еще одно видео значит была сделана работа decking coil 2к двухкомпонента а плюс б финишное масло для наружных работ добавил туда антискользящую добавку порошок специальный ну вот я смотрите я нанес значит пол литра хватило мне у меня здесь порядка 6 квадратов где-то по вот этим ступеням значит нанес полное высыхание наступит это через сутки масло должно полемизоваться где-то через там пару часов наверное поэтому смотрите нанес пока эффект в принципе мне очень нравится так чтобы сравнить у меня есть дверь вот здесь вот такая эта дверь я когда-то давно делал тоже тонировал сверху покрывал лаком плюс минус цвет получился как-то очень в дверь очень похоже потому сам даже не ожидал такого цвета я просто одному из клиентов замешивал цвет для террасы соответственно думаю да себе замешают уже террасное масло потом был семинар приезжали итальянцы рассказали что есть такой новый продукт дали мне попробовать плюс я взял еще на складе себе дополнительно грамм 200 в принципе надо было брать больше но было грамм 300 400 еще брать тушь отвердитель остался оставил я немного еще отвердителя чтобы было что творитель сам по себе немного денег денежек стоит так так что вот как видите масло пока легло торцы и не трогал торцы не знаю посмотрю может быть я тикурилой домажу для эстетики как-то обновлю это еще что успею сегодня но смотрите я сделал еще кое-что хотел проверить совместимость и это масло с тикурилой для того что знаю очень много клиентов пользуются тикурилой поскольку она бюджетная достаточно значит я нанес сюда все по системе было две смывки одна смывка вторая смывка сутки высыхания террасное масло сутки высыхания двухкомпонентное масло ну сутки высыхания тут принципе через сутки в пятницу вечером у нас будут первые посетители усадьба каханы еще раз повторю если кто-то не знал публичное место все могут приехать посмотреть особенно касаемо конкурентов многие как-то стесняются выкладывать свои объекты какие-то картинки с google выкладывают поэтому давайте вам покажу значит вот у меня терраса есть вот такая дорожка тут подгнивает я вот здесь на днях положу сюда темного цвета гибридное масло руби посмотрим как она пройдет жесткую эксплуатацию жестких условиях значит идем значит положила оставалась у меня буквально грамм улька там играм 50 может масло оставалось значит ведь у меня вчера обновлялся трассу здесь лиственница тоже положил тикурилой на водной основе состав для террасы и соответственно разулся как и там тоже покрывал разувался чтобы не наносить мусор вот такой вот не запечатать значит нанес масло суда и тут же деки ноил двухкомпонентной проверить что будет какая совместимость если бы сегодня купил вот уважаемые еще я для вас вы можете просмотреть первых два эфира еще вот столешница было рэ ну в принципе сейчас еще раз покажу значит смотрите этот тикурила я взял поверх тикурилы составом то что сегодня сегодня замешивал покрыл слой один вот сюда нанес один слой свой сделал густой думал хватит мне на все четыре ступеньки но понял что не хватит поэтому не стал не стал покрывать только три значит 3 покрыл вот она свеженькая еще я здесь высохнет эта лесенка у нее интенсивность прохождения единицы ноги выше чем ее не размазал чуть-чуть чем любые другие мои лестницы здесь ватик а еще кое-что то сейчас разуюсь пропустила яй-яй-яй смотрите тут есть ребята придется в онлайне немножко не растер пропустил блик надо положить все равномерно кисточка это вчерашняя кстати с кисточками тоже будете кто-то если делать не знаю выбирайте кисти дорогие купил hard китайскую кисть есть беда очень все заусенцы кисть заходит вырывается ворс этот остается его потом в перчатках оттуда не вырвать либо вот видите падают эти ворсинки они в итоге запечатаются все там ходить выковыривать их оттуда дело дело не самое благодарное поэтому не экономьте на кисточках я сэкономил данная кисть стоила 5 рублей белорусских не знаю надо брать что-то подороже возможно компания борма по моей рекомендации скоро выпустит по своим логотипом кисти для работ может специально для беларуси а может быть еще где-то в мире востребовано есть такая проблема поэтому для некоторых клиентов те кто приобретают масла для интерьера рекомендую использовать пады для нанесения масла растеряемость лучше наносить проще поэтому надо делать вот так как надо итак что могу сказать подытожим сегодняшнюю работу с маслом борма по мне масло террасная по голой древесине наносилась медленнее впитываемость была достаточно большая масло двухкомпонентное по второму слою впитываемость плюс-минус такая же но наносить гораздо было удобнее несмотря на то что масло было двухкомпонентное было другая вязкость у масла поэтому с маслом с борма закончил перехожу сейчас дальше продолжаю колкидной смеси для террас текурила посмотрите вот она вот и подсохла вчера я сюда наносил эти немножко немножко грязи песка где-то запечаталась я не вы метал не выпили сошел хотя это сделать надо обязательно на вот этой площадке мелкая это сделал то что было много песка я взял пылесос пропылесосил по максимуму убрал видите песка практически нету только в углах в углах песок не хотел убираться это надо было сидеть выковырять вымывать не стал это делать по хорошему перед нанесением если у вас есть керхер оборудование возьмите помойте вымойте там от пылесосе подготовьте подшлифуйте если связь возможность эсцентриковой машинкой там 150 зерном подготовьте свою древесину идеально только смотрите если будете шлифовать не делайте так как сделал здесь я опять-таки поспешил здесь была старая текурила цвета я взял чуть-чуть сбил ворс машинкой в итоге видите обновление не дало того эффекта здесь три слоя текурилы машины вам значит три слоя текурилы кстати ребята не забываем ставить лайки в общем будет приятно instagram любит когда посетители ставят лайки значит смотрите не я пришлифовал надо было либо полностью вышлифовать либо не трогать составлять как есть потому что все дощечки где я не трогал в принципе более-менее здесь смотрится значит здесь три слоя ну еще не идеально высохла я думаю завтра здесь сюда сохнет сегодня днем температура была плюс 20 поэтому все ребята побежала дальше красить потом попозже сброшу вам еще пару видосов все всем спасибо